Саламастер Махурмете от Андастар Здравствуйте, уважаемые соотечественники Сегодня тема эфира это предстоящий митинг Мы вчера с большой группой активистов, находящихся внутри Казахстана согласовали ряд требований, которые я хочу сегодня озвучить от имени нашего политического движения Демократический выбор Казахстана Но я заранее приношу извинения Возможно, видеоизображение у вас будет не очень качественное Дело в том, что я вынужден все время менять жилье, быстро перемещаться За мной идет постоянная охота Еще в июле мне удалось оторваться от моих преследователей Обычно они находились около моего жилья, они выследили, где я нахожусь И потому, как была высокая концентрация этих агентов Было видно, что затевается какая-то операция Поэтому я переместился в другое место Там побыл какое-то время, сейчас переехал в третье И вот, собственно, я сразу хочу сказать, что я живу в таких подпольных условиях Я каждый месяц меняю и буду менять жилье Чтобы, в конце концов, добиться результата Не попасть под неожиданный удар Вот, вы знаете, наша задача добиться как можно быстрее смены режима И я в свое время пережил и отравление, и покушение Может быть, я не все детально рассказывал Ну, вы знаете, сейчас, вот совсем недавно В России отравили неким газом новичок Российские спецслужбы Алексея Навального Он сейчас находится на лечении в Германии Находит в состоянии комы И канцлер Германии Ангела Меркель сделала заявление Что Алексей Навальный отравлен газом, известным новичок Которые российские спецслужбы применяли для борьбы своих оппонентов в Англии Недавно была отравлена семья Скрипалей Ну, вот, собственно, режимы понимают, что они находятся в опасности И применяют разные приемы борьбы со своими оппонентами Как правило, убивают Мне часто задают вопрос, как это мне удавалось сохраниться На самом деле, ну, я могу так сказать, где-то чудом А где-то сейчас, как сейчас, я тщательно продумываю все свои действия На самом деле, конечно, меня очень сильно атакует И я не озвучиваю по причине того, чтобы вы не думали, что якобы у нашего режима руки длинные Если Ухтара Блязов даже во Франции достает, то у нас тем более достанут Ничего подобного Вот Поэтому я сейчас меняю местоположение И, к сожалению, не всегда бывают достаточные качественные помещения Которые, ну, дают нужный свет и появляются качественные видеоизображения Поэтому я заранее приношу извинения Итак Что мы вчера решили? Решение принято следующее Двадцать пятого сентября В пятницу В девятнадцать ноль ноль Мы объявляем о проведении митинга То есть, двадцать пятого сентября В девятнадцать ноль ноль Будет митинг Который будет организован по всей стране И следующие требования Которые я сейчас озвучил И потом по каждому требованию я откомментирую Первое требование Выплатить всем гражданам страны Включая младенцев Сто тысяч тенге Каждому А это компенсации По итогам карантина Вы знаете, что Демократический выбор Казахстана Все время озвучивал требования Что необходимо выплачивать Как минимум в течение трех месяцев И власть Никак не среагировала В этой связи Мы считаем, что эти требования Должны стоять впереди Потому что Миллионы людей Сейчас испытывают огромные проблемы И выплата со стороны государства Сто тысяч тенге Я думаю, достаточно справедливо И мы делали опрос Общественное мнение И наши люди Настаивают Чтобы принудить Это правительство Нурсултана Назарбаева Выплатить каждому Сто тысяч тенге Ну, с учетом того, что В нашей стране Восемнадцать и семь десятых Миллиона человек Выплата сто тысяч тенге Это будет сумма Менее четырех миллиардов долларов Как вы знаете В резервах страны Не менее 90 миллиардов долларов О которых постоянно Хвастается Нурсултан Назарбаев И они куда угодно Тратят денежные средства На КНБ На увеличение его бюджета На какие-то свои Дополнительные создания Различных агентств И так далее Но в реальности Эти деньги Не идут народу Поэтому первое требование Выплатить каждому Гражданину Включая младенца Сто тысяч тенге Второе требование Вы знаете Что мы еще Три года назад Озвучили программу Демократический выбор Казахстана О списании Или об амнистии кредитов Программа Озвучивается Следующим образом Списать все потребительские кредиты И также Ипотечные займы На жилье Стоимостью До 30 миллионов тенге И опять же Наши расчеты Показывают Что средств У государства Достаточно И все эти проблемы Которые появляются У людей Связаны с тем Что у наших граждан Низкая заработная плата И виной тому В первую очередь Правительство Которое Выстраивается Силами Нурсултана Назарбаева И ежегодно Ежегодно У страны Крадется Минимум 30 миллиардов долларов США Что такое 30 миллиардов долларов США 30 миллиардов долларов США Это сумма Превышающая Годовой Республиканский Бюджет страны Вы вдумайтесь Масштабы Когда вы говорите А где взять деньги На все эти программы Я хочу сказать Достаточно нам Перекрыть каналы Воровства И бюджет страны Удвоится Таким образом Все проблемы Нашей страны Будут решены Итак Второе требование Амнистии кредитов Еще раз повторяю Эта программа Озвучена Демократическим Выбором Казахстана Еще В 2017 Году И мы Организовывали Митинги На эту тему И поэтому Сейчас Особенно После прохождения Карантина После того Как люди Потеряли Работу Потеряли работу Миллионы Миллионы Наших граждан Не в состоянии Погасить Ни проценты Ни сами Кредиты Мы уже В течение Нескольких Месяцев Озвучивали Что правительство Должно Оплатить проценты Хотя бы В течение Четырех месяцев Для физических Лиц И для Малого Среднего Бизнеса Но вы видите Правительство Не внимает Поэтому Наша задача Добиться Это путем Требований Массово Выступлений На митингах И сейчас Мы требуем Списать И амнистировать Кредиты Это второе Требование Теперь Далее Вы все Сейчас Находитесь Сложнее Ситуацией Тот карантин Который Выдумало Наше правительство Не действует Фактически Нигде Вот я сейчас Нахожусь Во Франции И Уже Очевидно Что Правительство Европейских стран Не будут Вводить Карантин Который Был ранее Карантин Именно Такой Тотальный Когда Два Месяца Люди Не выходили На работу Сидели Дома И Когда Необходимость Была Когда Заходишь В помещение Какие-то Одевать Маску Сейчас Собственно Сам режим Карантина На западе Совершенно Изменился Я Могу Вам Именно В Париже Вели Масочный Режим Но При этом Понятно Кафе Рестораны Внутри Находятся Без Маски По Городу Когда Люди Передвигаются Маски Маски Есть Но Собственно И все Нет Такого Чтобы В субботу Воскресенье Почему-то Вирус Стал Активный А Будние Дни Значит Нет Проблем Идите На Работу Это Мы Все Понимаем Сделано Целью Ограничить И не могли Выходить На Митинги И акции Протеста Которые Обычно Как правило Проводятся В субботу И воскресенье И Очевидно Что Правительство Вело Так называемый Карантин На выходные Дни Чтобы Мы Демократический Выбор Казахстана Не могли Проводить Субботажи По всей Стране Это Была Форма Протеста Форма Объединения Граждан И Против Которого У режима Назарбаева Не оказалось Инструментов Преследования Ну Как это Так Люди Выходят Гулять Известные Общественные Места Поют Песни Танцуют И Что Можно Им Предъявить То Есть Фактически Понимая Что Это Механизм Объединения Наших Граждан Которые Завтра Фактически Позволят Вывести Десятки Тысяч На улице Режим Не нашел Ничего Такого Глупого Ко Придумать Как Вести Карантин Фактически Только В субботу Воскресенье Притом В субботу Воскресенье Не ходит Общественный Транспорт Жизнь Замирает И Таким Образом Этот режим Наносит Дополнительный Удар Не только По Кошелькам Наших Граждан Но и Вообще Собственно По образу Жизни Поэтому Мы Третье Требование Которое Звучало При опросах Общественных Мнениях Это Стоп Карантин Стоп Карантин Нынешний Карантин Это Способ Подавления Прав И Свобод Граждан И Когда Кто-то Говорит Что В Юне Был Пик Кризис И так Далее Что Якобы Именно Карантин Помог Вы Понимаете Что Это Ложь Все Эти Проблемы Были Связаны С тем Что У нас Здравоохранение По сути Дело Убито Врачи Получают Ничтожную Заработную Плату Не Было На самом деле О карантине Были Гигантские Очереди За деньгами 42500 Тенге И Масса Масса Всяких Ограничений Которые Фактически Не Работали То есть Реальности Карантин В нашей Стране Не Было Поэтому Это Провал Правительства Провал Системы Здравоохранения Именно Это Привело К Фатальному Исходу О котором Собственно Мы Предупреждали И Более того Наши Граждане В основной Своей части Эта проблема Сформирована Правительством Которое Не проводило Разъяснительную Работу И Пыталось Замолчать Скрыть Проблему Скрыть Жертвы Количество Жертв И вот В итоге Это Привело К серьезным Последствиям Поэтому Уважаемые Друзья Я думаю Что Мы Правильно Сформулировали Ваши Пожелания Чтобы На митинге 25 Сентября Мы Одно Из требований Озвучили В виде Стоп Карантин Теперь Политические Требования Сейчас Основная Часть Граждан Понимает Что Нам С этим Режимом Не по Пути Остатки Последнего Ничтожного Доверия Который Еще Был У многих Наших Граждан Они Сейчас Исчезли Я Регулярно Сейчас Провожу Встречи В эфире С Различными Сторонниками Демократических Выборок Казахстана Которые Говорят Карантин Нам Окончательно Раскрыл Глаза Мы Понимаем Что Этот Режим Против Народа И мы Готовы Бороться Мы Будем Выходить На Митинги Собирать Своих Сторонников И Поэтому В ситуации Когда Массовое Сознание Видит Что Этот Режим Работает Против Своего Народа Наши Граждане Формулируют Политические Требования Политические Требования Следующие Ну Во-первых Мы Требуем Освободить Всех Политических Заключенных Вы Знаете Что Только За то Что 8 Августа Большая Группа Активистов Присутствовала На Аси И Асари Убитого Дулата Талабкера Дулата Агадила В селе Талабкер Около Астаны Сейчас Под преследованием Находится Около 200 Человек Людей Штрафуют Сажают Тюрьмы На 8 10 15 Суток И Более И Ряд Активистов Асхат Джексибаев Кайрат Клышев Абай Бективаев Они Сейчас Обвиняются В Организации И Участии В Движении Кощей Партиаса То есть Представляете Их закрыли На 2 Месяца Только За то Что Фактически Они Участвовали В Асари По Сути Дела Реализовывали Своё Право Право Совершать Тельные Национальные Обряды И В этой Связи Комитет Национальной Безопасности Лицея Её Председателя Карима Масимова Подвергает Преследование И аресту Наших Граждан Хотя Таких Случаев Когда Люди Совершают Национальные Обряды На похоронах И так Дали Никого Не Преследуют А Именно Здесь В Талабкере Начали Преследовать Гражданских Активистов По Сути Дела Сейчас В стране Идут Мощные Гонения Именно Сейчас Большое Количество Политических Заключенных И мы Требуем Чтобы Этот режим Освободил Всех Политических Заключенных И Уважаемые Друзья Наши Граждане Очень Сильно Устали От этого Режима 30 лет Шал Нурсултан Назарбаев Правит Страной Он Ее Нашу Страну Ограбил И Несмотря Ни на какой Кризис Ни коронавирус Ничего Его Не останавливает Он Сам Его Родственники Его Приближенные Продолжают Также Разорять Нашу Страну И в этой Связи Сформулирован Еще одно Требование Шалкет Долой Режим Нурсултана Назарбаева Вы Все Сейчас Прекрасно Знаете Что Беларуси Идут Активно Протесты Они Уже Приблизительно Около Месяца Длятся Конечно На самом Деле Ситуация Была Такова Что В течение Первой Недели Протестующие Должны Были Добиться Успеха И Добиться Смены Режима Потому Что На Центральной Площади Города Минска Собиралось По 200-250 Тысяч Человек Сумарно По всей стране Выходило Минимум Полмиллиона Человек Это Масштаб Нашей Страны Представьте Себе Что Если Миллион Человек Вышло По всей Стране На Улицы Наше Население Приблизительно В два Раза Больше Чем У Беларусов Соответственно Если У Беларусов Вышло Полмиллиона То В Казахстане Должно Было Выйти Порядка Миллиона И Конечно же Очевидно Что Они Должны Были Добиться Успеха И Добиться Смены Этого Режима Но На мой Вгляд Проблема Заключается В том Что Эти Протесты Они Достаточно Хотя Были Сильные Безусловно Гражданское Общество Самоорганизовывается И действует У них Не было Главного Не было Единого Штаба Этого Протестного Движения Не было Многочисленных Лидеров На местах И Мы Должны Извлечь Что Для Смены Политического Строе Важно Не только Чтобы На улице Города Вышло 3-5 Процентов Жителей Страны Это Или Товольного Города Это В Астане Порядка 50 тысяч В Алматы 100 тысяч Вот Такое Количество Протестующих Должно Выйти Чтобы Произошла Смена Режима Мирным Путем Но Почему Это Не произошло Беларуси Вы спросите Ответ Простой Потому Что У них Не было Единого Центра Не было Ячеек Не было Лидеров Я в течение Последних Трех лет Постоянно Говорю О необходимости Создания Таких Ячеек Сейчас Эти ячейки Активно Создаются Но я сразу Хочу сказать И количества Недостаточно Мы Объявили О том Что 25 сентября Пройдет Митинг И Цель Этого Митинга Является Консолидация Всех Протестующих Сил И добиться Смены Политического Режима Мирным путем Именно Мирным путем Это возможно Это мы Сделаем Но для этого Необходимы Лидеры Ячейки Которые Управляют Огромным Количеством Протестующих Иначе Десятки Тысяч Людей Будут Хаотично Ходить По улицам По площадям Около Дворца Назарбаева Но они Не будут Объединены И в единую Команду Перед которой Стоит Задача Смены Политического Строя Мы Должны Набрать Массу По 50 По 100 Тысяч Человек Таких Города Как Астана Алматы В региональных Городах Нам достаточно По 20 Тысяч Соответственно Этой массой Должны Войти В Акиматы А в Астане Во дворцы Нурсултана Назарбаева Просто Заполнить Собой И этого Режима Больше Не будет И эти Шаги Эти действия Должны Организовывать Ячейки Поэтому Уважаемые Друзья Я еще Обращаюсь К вам До митинга Осталось Порядка Трех Недель Я обращаюсь К вам Призывом Как можно Быстрее Создавать Ячейки Выходить На штаб Выходить На разговор Со мной И мы Будем Координировать Деятельность Протестных Масс По всей Стране Этот митинг Мы постараемся Сделать Как можно Сильным Большим Числом Протестующих Затем Следующий Митинг Буквально Через Короткое Время Будет Тоже Объявлен Он Будет Еще Больше Численность Протестующих И я Уверен Что до Конца Года Если Мы Будем Создавать Ячейки Если Мы Массово Не будем Говорить Что Давай Дождемся Пусть Наш Сосед Выйдет На улицу А я Тут В уголочке Посижу То Тогда Если Мы Это Не будем Делать А именно Будем Создавать Ячейки Будем Организованно Выходить На Такого Рода Митинги Мы Добьемся Смен Режима В этом Году Какой Смысл Все Время Ныть И плакать И говорить Что Вот Уже Жить Невозможно Какой Смысл Говорить Что Вот У меня Кредиты Уволят С работы И жить Такой Безрадостной Жизни Без Какой Либо Перспективы Разве Нет У Беларусых Кредитов Разве Беларусы Где-то Не Работает Разве Их Режим Не Преследует Они Живут Беднее Чем Мы Что Вы Понимали Их Доходы На душу Населения Полтора Раза Меньше Чем У Граждан Казахстана Это Вы Должны Понять Они Не Богаче Они Беднее Но Они Выходят Они Вышли Но У них Не Хватило Главного Организующей Силы Четкого Понимания Куда Эти Лидеры Поведут Страну У Нас Все Понятно Мы Хотим Построить Парламентскую Республику Без Должности Президента Мы Знаем Что Мы Богатая Страна Мы Знаем Что В Наших Просторах Нашей Земле Лежат Огромные Богатства Мы Знаем Что Наша Страна Богатая И Мы Сможем Чтобы Наши Граждане Стали Богаче И Поэтому Пора Прекратить Плакать И Ныть Говорить Что У нас Ничего Не Получится Три месяца Назад Белорусы Так же Говорили У нас Ничего Не Получится Но Вы Посмотрите Что Сейчас Происходит Мы Все Говорим Как Здорово Протестуют Белорусы Мы Говорим Какая Красивая Нация Мы Говорим Удивительно Какой Единый Народ Мы Тоже Это Сможем Сделать 25 Сентября 19.00 Мы Призываем Вас На Митинги По всей Стране Места Проведения Митинга Будут Сообщены На Следующей Неделе Алга Казахстан